Добрый день, дорогие друзья! В этом ролике я зачитаю потрясающее мощное обращение крымчан, которые восстают против беспредела московских коррумпированных чиновников и властей. Но сначала я должен, просто обязан познакомить вас с несколькими статями с сатирического сайта Панорама. Новости фейковые, но насколько ж хорошо они составлены. Флаги Фонда борьбы с коррупцией бросят к подножью Мавзолея во время Парада Победы. Вот они путинские победы и достижения. После признания Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, Министерство обороны приняло решение вынести изменения в традиционную программу бросания знамен нацистских войсковых соединений к подножью Мавзолея. В этом году вместе с ними на землю будут брошены флаги запрещенных экстремистских организаций, таких как информационное агентство «Медуза», фонды борьбы с коррупцией и штабы Навального. Также впервые в истории во время Парада по площади проведут заключенных сотрудников ФБК, включая лидеры экстремистов Алексея Навального. Следом за ними знамена данных организаций пронесут солдаты 12-го гвардии интернет-полка из города Ольгина, намек на кремлеботов знаменитых. Гвардейцы кремлевского полка дадут залп холостыми патронами по заключенным, имитируя их расстрел, после чего они отправятся отбывать наказание в места лишения свободы. Международную трансляцию парада будут вести СМИ, непризнанные иноагентами. Наши деды не для того воевали, чтобы потом России правил «Берлинский пациент» или какая-нибудь «Соболь». Мы власовцев разбили в 44-м, а этих предателей Мосгорсуд разгромил на закрытом процессе 26 апреля 2021 года. После парада по всей стране пройдут показательные расстрелы штабов ФБК из танков, чтобы и впредь неповадно было заниматься чем-то подобным, считает генерал Артем Кузьмин. Или вот еще, Марат Хуснулин, нынешний министр строительства, предложил включить Москву в состав Российской Федерации. Наконец-то, давно пора. В нынешней ситуации управлять Москвой и регионами России просто невозможно. Чтобы реализовать общие проекты, нужно подписать кучу разных документов, согласовать просто кучу разных вопросов. Если бы Москва находилась в составе России, проводить единую политику было бы гораздо проще. Да и сами москвичи обрадуются, что будут жить в такой большой стране. В Сандуновских банях избран новый состав Центрального комитета ЛДПР. Помните, вот знаменитые кадры Жириновский в банях? Сейчас партия празднует его 75-летие. Сергей Миронов объявил о переименовании «Справедливой России» в «Справедливую оппозицию». Глава парламентской партии Миронов сообщил, что на выборы в Госдуму осенью этого года политическая сила пойдет под обновленным названием «Справедливая оппозиция». Так, по его мнению, партии удастся привлечь избирателя, избежав ассоциации с партией власть «Единая Россия» и оппозиционерами, работающими на разрушение российского государства. Мы провели исследование. Его результаты говорят, что из-за того, что избиратель путает нас с «Единой Россией», мы теряем 5-10% на каждых выборах. Почему-то люди считают, что мы их сателлиты и партия, работающая в одной упряжке с властью. И хоть действительно кто-то раньше был в думе от «Единороссов», а потом перешел в «Справедливую Россию», это говорит только о смене политических взглядов человека. Еще раз подчеркну, мы оппозиционная партия, однако мы всегда готовы поддержать мудрые инициативы президента. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, в комментариях укажите, стоит ли мне разбавлять ролики такими сатирическими заметками от «Панорамы» и других информационных источников, которые периодически придумывают какую-то остренькую формулировку по происходящему в нашей действительности. У меня с таким чувством юмора как-то не очень. После относительно недолгого затишья на федеральной повестке, вновь вечно мятежный Севастополь. Генеральный директор судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева, близкая к серому кардиналу Севастополя Алексею Чалому, буквально восприняв совет Путина «подавать информацию в непричесанном виде», решила начать с первых лиц государства, с Николая Патрушева. В своем открытом письме, размещенном в Телеграме, Алиева смело и аргументированно подвергла критике доклад секретаря Совбеза Патрушева по ситуации в Крыму. Алиева считает, что заявления Патрушева, называющего основной угрозой национальной экономической безопасности Крыма, подрывную деятельность США и подконтрольных им государств, в том числе Украины, разбиваются о российской реалии. Главной угрозой для полуострова являются не западные страны, не отчаянные студенты Джумаевы, а коррумпированные чиновники, депутаты-кнопочники и продажные российские судьи, реализующие незаконные схемы в интересах украинских или даже российских властей. С удовольствием зачитаю вам оригинал этого обращения. Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Платонычу Патрушеву, директору ФСБ, Бортникову от генерального директора судоремонтного завода Южный Севастополь Алиевой. Уважаемый Николай Платонович, 14 апреля 2021 года во время вашего визита в Крым и Севастополь вы провели совещание, на котором обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной, экономической и социальной безопасностью полуострова. В своем выступлении вы подчеркнули, что на территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной и экономической безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов. Среди основных причин этих угроз – деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии, вероятность войны, которую руками Украины могут развязать США, ситуация с безопасностью под контролем, но расслабляться нельзя ввиду серьезности угроз. Да, вы правы, угроза существует, но не только внешняя. Большую и главную угрозу для полуострова и государства представляют продажные судьи, коррумпированные чиновники и силовой блок, игнорирующие беспредел исполнительной судебной власти. Следуя совету президента РФ и проявляя заботу о будущем моей страны, считаю своим гражданским долгом открыто донести до вас в непричесанном и в незализанном виде информацию о сознательном подрыве национальной и экономической безопасности Севастополя не отчаянными студентами Джумаевыми, не шпионами-диверсантами из народа, а продажными лицами во власти. Это очень жестко. Николаю Платонычу Патрушеву просто надавали по щекам, фигурально выражаясь. Это как это так? Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, одной из самых высокопоставленных лиц в нашем государстве, не в курсе, что у нас есть внутренние проблемы, не учитывает их. Именно то, что разрушает, например, экология, которую разрушают наши олигархи под пристальным одобрением российских чиновников, это все бьет по здоровью наших граждан, это бьет по нашей демографической ситуации, это подрывает наше будущее, особенно в долгосрочной перспективе. Это то, чем в первую очередь должен заниматься Совет Безопасности. Но они пока что до этого, понимаете, руки не дошли. Американцев ругать гораздо проще. Пока российские силовики охотятся за студентами и журналистами, подрывная деятельность украинских властей на территории города Севастополя нашла свою поддержку в арбитражных судах города Севастополя и Калуги, которые при полном попустительстве местных силовиков и правоохранительных органов выносят решения, наносящие вред интересам государства, противоречащие военной стратегии Совета Безопасности РФ, уступают российские активы стратегического значения, которые вообще-то должны быть на особым счету, зерновой терминал ООО «Холдинг Южный», например, сомнительным юридическим лицам и гражданам с Украины, напрямую связанным и аффилированным Сергеем Ткаченко, объявленным на территории РФ в розыск за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против национальной и экономической безопасности РФ по громкому уголовному делу, номер такой-то, возбужденному там-то, по факту хищения свыше 50 миллионов долларов. Указом президента РФ от 20 марта 2009 года АОО «ЗК» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ РФ. Ну, скорее всего, за чемоданчики порешали и нашли обходные пути, чтобы никакой президентский указ не препятствовал их делишкам. В частности, вызывают обоснованные подозрения, заведомо неправосудные, судя по обстоятельствам и имеющим место быть фактом решения, вынесенные, возможно, завербованными или иным образом заинтересованными спецслужбами Украины субъективное мнение, судьями судебной коллегии 21 города Севастополя в составе судей Оликовой, Калашниковой, Котлеровой, вынесших решение об удовлетворении незаконных требований украинской компании о взыскании более миллиарда рублей с российской компанией «Холдинг Южный». Хотя суду были представлены доказательства полного погашения обязательств по кредиту, то есть деньги уже были выплачены, но суд не дал этим доказательствам должную оценку. Фактически, стратегически значимое российское предприятие должно украинскому предприятию заплатить свой долг два раза. Таким образом обанкротиться и перейти во владение этим самым украинским дельцам. В настоящее время украинская компания ООО «Финансовая компания Трансфинанс» со слов представителя данной компании предприняла меры для обеспечения принятия нужного им решения в кассационном суде Центрального округа в городе Калуга, который закрепит решение судебной коллегии 21 города Севастополя в пользу финансовая компания «Трансфинанс». Более того, представитель украинской компании сообщил, что владеет закрытой информацией об исходе судебного заседания в суде кассационной инстанции, назначенном на 29 апреля 2021 года. Николай Платонович, как вы можете быть уверены, что ситуация с национальной, экономической и социальной безопасностью под контролем, если сомнительные юридические лица Украины и объявленные в розыск на территории РФ граждане Украины владеют, по сути, закрытой информацией о том, какое решение будет принято на предстоящем судебном заседании в кассационном суде Центрального округа в Калуге. Учитывая, что Севастополь военно-морская база Черноморского флота, который является гарантом безопасности в регионе, нормы и меры безопасности здесь, соответственно, должны быть особые, а каждый шаг, слово, действие чиновника и каждое судебное решение должны выноситься прежде всего в интересах России с учетом национальной и экономической безопасности. Считаю, что в условиях, когда спецслужбы Украины пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения, Совет Безопасности РФ и силовые ведомства, отвечающие за национальную и экономическую безопасность, обязаны предпринять меры по пресечению незаконных притязаний сомнительных юридических лиц и граждан Украины на объекты стратегического значения в Севастополе, а виновных в принятии антигосударственных решений по отчуждению российских активов в пользу украинских жуликов привлечь к установленной законом ответственности. Бездействие Совета Безопасности РФ и силовиков в данном случае подрывает прежде всего ваш авторитет на международном Олимпе как секретаря Совбеза, обнуляет ваши заявления и указы по Крыму. К чему совершать дорогостоящие марш броски военных сил на юг и демонстрировать всему миру военную мощь России, когда государства разрушают и уничтожают изнутри те, кому президент РФ доверил власть, продажные судьи, коррумпированные чиновники, депутаты-кнопочники, лизуны-общественники и так далее. С уважением, Алиева Патимат Магомедовна. По-моему, очень мощное, очень обстоятельное и конкретное обвинение, конкретная претензия и конкретные требования так держать Патимат Магомедовна с большим уважением, с большим почтением. И хочется добавить, она-то пишет от лица Крыма, от лица Севастополя, а у нас то же самое происходит по всей стране. Да, в данной ситуации есть претензии к украинским юридическим лицам, а у нас жуликов что, в Российской Федерации меньше, которые разрушают, обанкрачивают российские оборонные заводы стратегического значения. Сколько у нас там тянулся скандал с попыткой продать западным корпорациям бесценный семенной фонд Вавилова, который был собран советскими учеными, со всего мира собирали зерновые культуры, которые есть только у нас. Их невозможно просто так клонировать, копировать, собрать заново, тоже не все получится, потому что в некоторых регионах растения просто исчезли. Они были краснокнижными, эндемическими, а теперь все, их нет. Нельзя туда поехать, их и собрать. И этот семенной фонд стратегического значения хотели продать. Только благодаря общественному возмущению удалось это остановить, воспрепятствовать. А сколько историй прошли мимо общественного внимания, о которых мы пока что не знаем, или только через 10 мы об этом узнаем. У нас вся системка прогнила. Интересно, какова будет реакция на это Платона, Николая Платоныча Патрушева. Очень интересно. Друзья, что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо вам за просмотр. Николай Платоныч, надо что-то делать. И не только с американцами, и не только с оппозиционерами. Я вот от американцев, от их чиновников и государства, и политиков ни копейки никогда не получал, а получать не собираюсь. Я русский человек, это моя родина, я никуда валить не хочу. Я хочу здесь жить, в хорошей стране. И у меня подписчики именно такие люди, которые хотят здесь жить, которым тема иммиграции малоинтересна. Почему-то нас отсюда выпинывают, выдавливают, когда мы обращаем внимание на конкретные проблемы. Мешаем воровать жуликам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok